В картины и галерее открылась новая выставка под названием «Сохраняя традиции». На ней представлены работы учащихся и преподавателей детской художественной школы, которая в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Одними из первых картин юных художников и их наставников увидели наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. Выставка открылась 1 июня в День защиты детей, и это не случайно. Большая часть представленных здесь картин нарисована детьми, выпускниками и учащимися детской художественной школы. Глядя на эти работы, можно понять, о чем думает и мечтает юный художник, что его волнует. Картины – это своего рода отражение внутреннего мира ребенка, светлого, доброго и в то же время по-взрослому серьезного. Работы выпускников отличаются тем, что это их творческая заявка, именно их внутреннего мира, их взгляда и заявка своих способностей, подведение, некое подведение итогов в пятилетнем обучении в художественной школе. Темы дипломных проектов выбирались по душе, по интересам. Каждый из ребят максимально проявил свои способности. Очень много работ по мотивам любимых книг, много работ по увлечениям. То есть то, о чем дети думают ежедневно, то, о чем дети переживают, они выразили в своих работах. Всего на выставке представлено 43 работы учащихся школы и 24 работы преподавателей, многие из которых свое знакомство с искусством. Также начали в Славянской детской художественной школе, а теперь сами учат детей видеть прекрасное в повседневном. У нас больше половины преподавательской состава учились в этой художественной школе. И сейчас мы работаем, мы вернулись в нее. Дети, которые выпустились, выпускаются каждый год. Мы, конечно, в них вкладываем те знания, которые мы здесь впитали. Мы им отдаем. И душу, и сердце отдаем. Ремесло, скажем так, мастерство, которое мы вложили в их руки, в их головы, оно им пригодится. Детская художественная школа города Славянска на Кубани – это учреждение с большой историей. В этом году школе исполнится 50 лет. За полвека здесь было подготовлено более 40 выпусков. А это – полторы тысячи ребят, влюбленных в изобразительное искусство. Здесь бережно сохраняют традиции академической живописи и народного декоративно-прикладного творчества. Заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко, посетивший выставку, отметил высокий уровень подготовки выпускников, который невооруженным взглядом прослеживается в профессионально выполненных работах юных художников. Вот то, что мы видим сегодня, те работы, которые сделали наши выпускники, наши ребята, это уже практически профессиональные художники. То есть многие из них можно, собственно говоря, брать, ставить рядом с картинами наших известных художников. Замечательное событие, замечательная выставка. Уверена, она найдет отклик у наших горожан, у наших жителей района. И всех ждем на нашей выставке. И уверен, что мы получим здесь колоссальное эстетическое удовольствие. Юбилейный год для детской художественной школы полон на яркие и знаковые события. Сейчас открылась персональная выставка в картинной галерее. А в сентябре учеников и преподавателей ждет новоселье. Они переедут в историческое здание дома купца Мазепы, которое было капитально отремонтировано. И, конечно, в новом помещении и с новым оборудованием школа получит новый виток в развитии. А выставки работ можно будет проводить не только в Славянской картинной галерее, но и на краевом уровне. Вот этот симбиоз – это сотрудничество школы и музея нашего учреждения культуры у района. Оно должно развиваться, оно должно стимулировать. И я так думаю, что нам уже пора выходить на площадки краевые выставочные. Потенциал есть огромнейший и у педагогов, и у учеников. Поэтому хочется, чтобы все то, что мы вместе с вами сделали за прошедшие годы, оно стало знакомо, привело к такому значимому результату. И запись «Закончил детскую художественную школу города Славянская на Кабаре» стала синонимом качества. Выставка «Сохраняя традиции» будет работать до 30 июня. Успейте посетить ее и насладиться творчеством воспитанников и преподавателей детской художественной школы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует... Георгий Калинин. Продолжение следует... Георгий Калинин. Продолжение следует... Георгий Калинин. Продолжение следует...